Вот у вас женщина-легенда, космонавт. Ну не надо так. Куда там кем-американцам, американцам, вы просто всем показали. На Красной площади Переславля Валентину Терешкову моментально окружает целая толпа. Здесь и местные, и туристы. У всех к ней свои вопросы. Например, пара из Украины спрашивает совета, переезжать ли в Ярославскую область. Не думайте, переезжайте. Посмотрите, какой здесь замечательный народ. А какой мы. Да, да, да. В рамках рабочего визита в Переславль депутат Госдумы охватила почти все сферы жизни. Глава города рассказывает о подготовке к 800-летию Александра Невского и просит помощи в некоторых вопросах. В том году у нас начался ремонт Спаса Пробеженского собора, где крестился Александр Невский. И, конечно же, вот у нас вот эти вот три храма, которые сегодня сейчас и в парке занимаются, по поводу того, что вы включите сразу ансамблем храмового комплекса. Давайте поговорим со святейшим. Я думаю, что это было бы очень здорово. Я поговорю со святейшим. Помочь просят и Переславской школе номер один, что соседствует с площадью зданию уже больше сотни лет. И на всех учеников, а это 800 человек, его не хватает, сетует директор. Дети учатся в две смены, классы переполнены, приходится жертвовать и внешкольной деятельностью. С Валентиной Владимировной я уже знакома по прошлой встрече. Мы обращались к ней с просьбой, чтобы нам сделали крышу. Она выполнила нашу просьбу. Я, как выпускница школы, сама ее лично попросила. Несмотря на то, что я люблю эту школу, живу этой школой, попросила новую школу. На встрече с сотрудниками Переславской ЦРБ Валентина Терешкова отметила, в нашей области указы президента о повышении зарплаты бюджетникам исполняются. Поэтому регион на хорошем счету. И в помощи нам глава государства обычно не отказывает. Когда практически решение вопроса не продвигается, я обращаюсь к президенту. Он внимательно всегда слушает. И надо сказать, что Владимир Владимирович относится к земле Ярославской большим уважением. Уважать и правда есть за что. В рамках визита подняли вопрос импортозамещения. На Переславском заводе ЛИД говорят, большая часть прибыли здесь идет на модернизацию и развитие. Поэтому и средняя зарплата в порядка 35 тысяч рублей и спрос на продукцию есть далеко за пределами региона. У нас строительный комплекс использует в основном нашу продукцию. И значит, наше направление – теплоосбережение. Продукция поставляется, естественно, в центральный регион, в сибирский регион, в южный регион. Значит, работаем мы с Белоруссией, с Казахстаном, с Киргизией. Перед переславцами Валентина Терешкова отчиталась о своей работе в качестве депутата Госдумы. И о масштабных проектах, которые удалось реализовать, в том числе при поддержке президента. На достигнутом она обещает не останавливаться. Нина Колтина, Денис Лосев, День в событиях.